Известно, что один из главных принципов программы Рухани Жанбру является сохранение национальной идентичности. В связи с этим возникла необходимость написания труда истории демографии казахов. С обретением независимости Казахстана возникла необходимость обоснования именно демографической истории нашей страны. И осуществление самостоятельной демографической политики Казахстана. На сегодня существует огромное количество трудов, которые посвящены демографии Казахстана. В основном эти труды касаются вопросов, так скажем, катастрофических, трагических страниц нашей истории, которые связаны со структурой населения нашей страны. Но данные труды, они не в полной мере раскрывают историю демографии страны. Поэтому возникла такая потребность написания фундаментального труда, который бы основывался на, можно сказать, взаимосвязи нашей истории Казахстана и истории населения, так скажем, демографической истории Казахстана. Поэтому мы обратились к нашим демографам, известному профессору, демографу Алексею Александровну Николаевичу. И еще один исследователь, Жанна Сакеновна, который тоже является человеком, который изучает демографические процессы в Казахстане, подготовлен очень солидный труд, который использовал огромное количество статических данных. Если посмотреть структуру написания самого труда, то она основывается на переписях населения Казахстана. И этот период охватывает где-то 100 лет. 100 лет и более. То есть это конец 19-го и начало 21-го века. То есть огромный период рассматривается, и этот период основан на различных статистических данных, опять же, которые объединены в таблице, в графике, для того, чтобы лучше понять саму историю, демографическую историю Казахстана. Понятийный аппарат представлен. То есть это все позволяет более глубже, более осмысленно понять этапы становления демографической истории в Казахстане. Ну, нужно сказать, что данный труд посвящен демографической истории казахов. Вы скажете, почему, да? То есть нужно отметить, что сегодня казах является государствообразующим этносом, которое определяет демографическую и, конечно, социально-культурное развитие нашей страны, Республики Казахстан. Но помимо казахов еще в нашем труде есть материалы, которые касаются именно истории других крупных этносов, которые представлены в нашей структуре населения. Это русские, украинцы, немцы, которые составляют большую представленность в структуре населения. Поэтому это не только история, демографическая история казахов, но и иных этносов. Ну, другие этносы, как угуру, узбеки, они в большей части проживают в южной части Казахстана, и они сосредоточены, поэтому они были не включены, но тем не менее они имеют представленное в труде, ну, в меньшей степени, нужно сказать. И поэтому не нужно рассматривать данный труд, который только посвящен демографической истории Казахстана, но и в целом крупным этносам нашей страны. То есть казахам, украинцам, русским, немцам, которые проживают сегодня в нашей стране и составляют большую часть в структуре в целом населения нашей страны.